Бабушка надо подержать. Тоже после операции. Сегодня выписывают. Вместе в один день делали операцию. Валентина Николаевна. Алло, Валентина Николаевна. Я, наверное, как раз вовремя к столу, да? Да, да. Да вы что? Да вы что? Ну, слава богу, слава богу, что вы дома. Ну, как сказать, пока, наверное... Да, 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 пока они дома, но все равно уже окружают близкие. Это уже радует. Валентина Николаевна. Ну, конечно. Вы сегодня там будете ночевать, да? Да, я буду ночевать здесь. То ли меня кривешь. Ну, отлично. Ага, проехали бы, поехать бы, конечно, немножко не очень хорошо. Ну, вот самое главное, комфортно себя вот при проезде чувствовали-то, когда ехали? Ничего, ничего. Терпимо, домой терпимо, да? А тебя как приводили, я четыре дня спрашиваю. Ты очень приятно. Ну, об этом, Валентина Николаевна, как сказать, это долгий разговор. Я лучше вам лично в глаза скажу это. Правда? Конечно. В карете, что-то переверите. А? В карете, в карете, в карете. Вот. Ну, не в карете, как сказать, я же, сами знаете, человек простых кровей, крестьянских, вот, поэтому не могу себе такого позволить, а вот, но необыкновенно, очень необыкновенно и волшебно. Не поверите? Прекрасно. Да. Вот тут мне это застретили очень хорошо. Это самое главное. Костей, катушку, шинкурешон, постелить, постелить, мягкую, чистую, вообще прекрасно, я себе тут буду, выздоровею. По вашему голосу, Валентина Николаевна, заметно это. Да, да, хорошо, хорошо. Давайте. Хорошо. Хорошо, да. Я извиняюсь, вот, ну, просто я немножко, как-то тоже, как и вы же, переживал, дома ли вы, не дома, поэтому, услышав ваш голос, вот, давайте, хорошего вам вечера, семейного такого, душевного. Ой, бабы, да ты что ты за человек такой, Господи. Я же тебя сейчас отняла, поцеловала бы. Так у нас есть, Валентина Николаевна, есть хорошая возможность, вот, и впереди, и впереди очень много времени, о чем есть поговорить, правильно? Мы ведь провели. Обниматься, целоматься. Да и не только, да. Ну, все, давайте, приятного вам аппетита, хорошего вечера, всего доброго, Валентина Николаевна. Привет, всем привет, привет вашим. Спасибо, до свидания. До свидания. Вот, как сказать, вот, удивительно, вот, из вот таких вот событий, то, что вот сейчас произошло, и вы стали свидетелем, вот, это какая-то необыкновенность. Я считаю то, что человек каждый должен быть таким, неважно кому, пожилому, потом, да вот, честно, аж сам так немножко растрогател, э-э-э, вот так вот. Ну, это эмоции, на самом деле, это эмоции радости, это вот внутри вот такая радость за того человека, кто сейчас в такой атмосфере домашней, очень приятно. Валентине Николаевне, конечно, огромное здоровье, вот, просто необыкновенно спасибо, вот, то, что за ее опыт, то, что она воспитала таких порядочных детей. Вот, и благодаря этим поступкам можно равняться и учиться чему-то. Эмоционально. Точно в Нагорну увезут. Охренеть. Это что, на самом деле, самое от души прям. Ничего не сделаешь. При этом, оказывается, никак не нужно себя менять, ни там, ни алкоголь, там, ни... По вене бороздить, там, либо еще что-то. Вот, просто со мной еще лежал в палате один человек, который, благодаря своему опыту, сжег вену. Вот, ну, для меня было, конечно, это впервые, когда вот так вот в палате находиться с человеком, когда ему сестра говорит, давайте ложить, сейчас я буду у вас кровь с вены брать. Ну, для того, чтобы сделать кое-какие заключения, вот, более точные по крови, то есть, по всему, и как дальше лечить. С чего начинать? Фу, объясняет, ухмыляет, но у него морда разбита вся, нога болит, то есть, такой, вот так вот, ногу не знает, куда деть. И получается так, что с ухмылкой говорит, Миша, вы мне это не возьмете, как это не возьмете? Вот именно вот так и происходит, чтобы вы понимали, как это не возьму. А у нас стоит Лена, да, Лена. Ну, получается, медсестра, да, очень хороший врач, очень хороший врач, не помню, как фамилия, вот, ну, я думаю, по тому, что можно сказать о ней, то, что это, ну, я не знаю, это вообще там все люди, абсолютно все, кто работает именно в этой пятой неврохирургии, под руководством Сергеева, Сергея Михайловича, да. Очень душевные люди, очень душевные. Что-то, вот, понимаете, у них есть такое, вот, у каждого, у каждого абсолютно, что, неважно, кто это накладывает там, Тамара, повар, который кормит, либо там, другие, ну, извиняюсь, конечно, имена, которых я не помню, потому что, ну, судьба сложилась так, что некоторые моменты, как сказать, фокусируются, вот, зрительно, как это правильно Александр, что-то на попалахе, говорил, вот, я посмотрел, когда он в трубу, если бы, говорит, я сфотографировал эту трубу до расстояния, но, я, говорит, не мог себе позволить, как, я, вот, дорога ровная, вот, и как, вот, можно, да, вот, по этой ровной дороге просто взять и ударить в газовую трубу, разбить себе нос, растянуть шею, там, и зубы покрошить, при этом пролежать, вот, это столько времени. Вот так вот. Вот, по-моему, что-то, наверное, тут со всего, вот, то, что я, вот, выговариваю, свои эмоции, вот, сразу для обыкновенных людей, ну, как, обыкновенных людей, немножко других, немножко побывав в определенное время, в определенной ситуации, с определенными людьми, и все это не попросту. Вот, что происходит. Поэтому, наверное, любите друг друга, никогда не врите друг другу, на самом деле. Никогда не врите. Если вы когда-то соврали, всегда признаетесь, поверьте, очень тяжело это тащить на себе, очень тяжело. А зачем это нужно, этот лишний мусор, который тебе мешает закрыть голову и начать новую, абсолютно новую, сказочную, именно с добротой, именно с теми чувствами, вот, чик, как, опять-таки, с Александром, когда ему звонили, тоже, друзья, знакомые, то есть люди, вот, из злого, и он говорил такие вещи. Мне, говорит, очень приятно, что, ну, чисто вот так вот, по-человечески вы мне вот позвонили, просто-напросто поинтересовались здоровью моей дочери. Эти слова вот, и случай вот этот, просто что-то открыло. Спасибо всем людям, спасибо, что за короткий промежуток времени в расстоянии сорок лет, пришло то, что должно было приходить в начале самом. Но оно пришло в начале самом. Фундамент уже был заложен, он был, и вот то, сколько нужно было развивать. И вот этот момент, самое главное, идти так, как сердце подсказывает. Если сердце хочет помочь, ты понимаешь, что, как сказать, если у человека на душе плохо, и зарплату там не дают, либо и еще что-то, и это надо платить, и просто хочется сделать человеку, который тебя рядом окружает, подарить то тепло, что принесет действительно ей какую-то радость. Если вот эту эмоцию у человека ты увидишь, ну, мне так кажется, конечно, тогда твоя цель достигнута. Удачи!